Сегодня мы всматриваемся в алые паруса. Если человек жаждет чуда, мы должны это чудо ему подарить. Разгоняемся по-корейски. Я начинаю как бы вливаться в это. Погружаемся в сибирское кино. Сибирское кино вот такое. И прыгаем выше остальных. Драйв полный. Кино для нас оставалось такой, как бы, неизученной территорией. Мы получили больше 270 заявок. Современное сибирское кино начинает обретать собственный киноязык. Являются новые авторы, новые имена. Здесь есть что исследовать. Экспериментальная анимация и документальные фильмы. Картины профессионалов и любителей. Совершенно разные взгляды на жизнь в отдаленных уголках страны соединяет новый фестиваль короткометражек. Киноманы могут узнать, какие фильмы делают в Сибири. Я на самом деле немного опоздала. Но сразу попала на фильм, где в главной роли был звуковой музыкант. Мне показалось, что это безумно интересный способ. Получать музыку, он достаточно, ну, в каком-то смысле простой. То есть, в принципе, наверное, почти любой человек может воспроизводить те или иные какие-то эффекты. Но это так классно сочеталось с природой, со звуками города. Так вливалось. Мне показалось, что это очень классный эксперимент. И это было очень красиво сделано, как фильм. Документальная картина «Земля, вода и провода» красноярского режиссера Александра Пустынского – своеобразный перформанс-эксперимент. Звуки окружающего мира автор соединил с мелодиями музыкальных инструментов. История отношений человека и природы в словах не нуждается. Звуки окружающего мира «Земля, вода и провода» Это первый опыт, когда я прикоснулся с короткометражным сибирским кино. Для меня было очень большим открытием, что развитие каниматографа прошло все-таки больше из восточных регионов, то есть Якутия, Красноярский край, нежели Омск, Новосибирск. Мне, наверное, больше всего понравился «Голубым небом». Фильм Елены Емельяновой «Под вечным синим небом» получил главный приз фестиваля. Основой для сценария стал рассказ «Хорэш Усь-Усь». Авторы показывают, как в размеренную жизнь семьи лесничих приходят потери. Главное в фильме «Собака». Именно через нее передается проникновенный сюжет фильма. Можно посмотреть разных режиссеров, разные форматы за достаточно короткий промежуток времени. Мне понравилось, что они все разные, то есть они подобраны так, что они отличаются друг от друга, что разные решения режиссерские, разная картинка, разный сюжет, разные регионы. У нас была задача понять, что такое сибирское кино, и мы поняли, что мы не можем свести идею сибирского кино к чему-то одному. Сказать, что сибирское кино – вот такое. Мы так сделать не можем, потому что оно совсем разное. Оно разного уровня профессионализма, разного уровня технического исполнения, разного уровня каких-то идейных подходов. И вот мы как раз постарались сделать такую программу, которая бы это все отразила. Показала вот это разнообразие, такой срез того, чем занимаются авторы, которые делают кино в Сибири. После просмотра фильмов зрителей пригласили на творческую встречу с режиссером Дмитрием Квашниным. Бывший Амич поделился опытом создания кино. И мы начали искать новые пути, как-то самовыражаться. И ответом на это стало как раз документальное кино, то, что было, собственно, в таком ближайшем доступе. Режиссер впервые лично делится творчеством с Амичами. На фестивале он представил работу, отснятую в 2022 году. Документальный фильм из цикла «Там, где наш дом» рассказывает о жизни женщины, живущей в деревне с населением в 30 человек. Сделано в Сибири с неподдельной любовью к своему дому. Мне нравится, что современное сибирское кино начинает обретать собственный киноязык, собственный вкус и собственный оттенок. До этого еще 2-3 года назад этого не было, а сейчас вот эта самобытность проявляется, и это очень круто. Фестиваль сибирского короткометражного фильма уже побывал в Санкт-Петербурге, познакомил зрителей со своей программой в Омске и отправился покорять другие города Сибири. Это самое интересное, потому что здесь скучно точно не будет. Шум одинокого моря, скалистый берег, маленькие фигурки кораблей, рассекающие волны. Где-то там, за горизонтом, существует мир, созданный Александром Грином. Это выставка-фантазия по мотивам повести «Алые паруса». Западноевропейская живопись, русская графика и даже советское искусство тематически пересекаются с известным произведением. В нем Грин отразил свое видение мира. Человек не просто винтик в большой системе, а творец своей судьбы, который должен быть предан мечте. Для нас это непростая задача в силу того, что мы обращаемся к литературному произведению, столетию которого мы отмечаем в этом году. Если вы помните главную фразу, на мой взгляд, это абсолютно такая яркая главная фраза и контэнсенция этого произведения. Чудеса мы должны творить своими руками. Если человек жаждет чуда, мы должны это чудо ему подарить. Поэтому очень многое зависит от наших с вами поступков, от нашей с вами активности. Художественное пространство писателя литературоведы назовут Гренландией. Творчество автора, как и эти работы, состоит из морских пейзажей, гор, кораблей. Герои Грина ищут новое и жаждут открытий. Гренландия – это место, где собираются вот такие фэнтезийные образы всей европейской культуры, связанной с культурой приморских городов, дальних путешествий, странствий, мечтой человека о новой земле, мечтой, собственно, человека возвращения на свою землю. И это, опять же, такой образ, который является образом человека крайне современного, потому что это все-таки не человек, который живет в какой-то традиционной культуре. Это человек, который вот приходит на берег, чтобы отправиться туда, где еще никто не был. Его судьба неизвестна. Александр Грин писал «Алые паруса», когда Россия переживала непростые времена. Гражданская война, распад Российской империи, социалистическая революция и образование СССР. Перемены заметно повлияли на мировоззрение писателя. Какой-то защитный механизм срабатывал в его душе, в его подсознании. Он пытался, наверное, нарисовать себе такую страну, где ему будет приятно, комфортно, красиво находиться, и где он будет счастлив. В общем-то, чуть позже жизнь так сложилась, что он переехал в Крым. И, конечно, там сложно сказать, насколько он был счастлив, потому что он, в принципе, такой человек с очень действительно тяжелой судьбой. И он пытался найти всю жизнь это счастье. Ну, сложно судить, достиг ли он его. Еще одна часть экспозиции посвящена экранизации повести – фильму Александра Птушко «Алые паруса». Здесь можно увидеть эскизы декораций, которые создал главный художник картины Ливан Шенгелия. Если обратиться не только к фильму, но к первоисточнику, да, и начать его читать, то это очень цветастая, вычурная поэзия, хотел сказать я. Но, в общем, да, этот роман, он на уровне такого поэтического письма. Что он, наверное, всегда какая-то неприходящая вещь для человека. Поэзия жизни, поэзия быта. И вера в что-то прекрасное, что когда-то произойдет. Александр Грин понимал символ как то, что помогает создавать новую реальность, преобразовывать ее. И во многом «Алые паруса» – это рассказ о внутренней свободе в обывательской среде и о том, как мечта, в которую никто, кроме тебя, не верил, становится реальностью. Подписывайтесь на наш канал. Анэ Ан Сайо, что в переводе с корейского означает «Здравствуйте». Вы спросите меня, почему я приветствую вас на корейском языке? А я вам отвечу, я на этом тренируюсь. Говорят, что этот язык отлично развивает дикцию. В этом состязании важны не только скорость, но и правильное произношение. Конкурс устных выступлений на корейском языке проходит среди участников русскоговорящих. И у каждого здесь своя мотивация для изучения новой культуры. Я считаю то, что Южная Корея, Республика Корея, очень лояльна к российскому государству. Это можно видеть на примере того, что они ездят сюда. Поэтому я решил, что я начну изучать корейский, нежели чем японский. И в будущем планирую пойти учиться в Корею. Сюжеты корейских скороговорок незатейливы. Как и в русском языке, главное сочетание похожих звуков. Те, кто начинают изучать язык, предпочитают короткие дистанции. Длинные скороговорки для тех, кто достиг высокого уровня. Я уже учу полтора года. Я не могу сказать, что я достигла каких-то больших высот, что я могу смотреть дорамы без субтитров или чего-то еще, без озвучки. Но в целом я начинаю вливаться в это. Тогда давайте коротенький ликбез. Меня научите какой-нибудь коротенькой скороговорки. У меня была скороговорка. Я не уверена, что вы ее сможете повторить, хотя она достаточно легкая. Нужно сказать, это имена героев, которые в скороговорке есть пак-бом-бок и пан-бом-бок. Пак-бом-бок и пан-бом-бок. Да, теперь мы добавляем, куда они направляются, так скажем. Один идет на дневное светение сакуры, другой идет на ночное светение сакуры. Пак-бом-бок кунын. Пак-бом-бок кунын. Пам-пот куно-ри-рыль-ка-го. Все, я сломан. Пам-пот куно-ри-рыль-ка-го. Нет? Я сломан. Корейские фильмы, дорамы и кей-поп-айдолы делают страну привлекательнее. На этом фоне конкурс скороговорок может показаться делом несерьезным. Однако в Южной Корее стараются следить за всеми образовательными начинаниями, связанными с культурой Родины. В России это очень популярно, не только корейские песни, кино и драма, еще корейский язык популярен становится. Поэтому цель или функция генконсульства тоже культурный обмен, культурная программа. Поэтому я тоже приехал, чтобы иногда на месте смотреть и помогать. Впрочем, один урок из конкурса скороговорок мы точно усвоили. Как вы, здравствуйте? Аня, асайо. Аня, асайо. Ну, да, почти. Спасибо. Слышите? Начинается буря! По Орликину разгуливает привидение. Неупокойный дух сэра Саймона де Кентервилля веками наводит ужас на новых жильцов замка, пока однажды в особняк не заселяется американское семейство. В консервативную Англию они врываются из свободолюбивого и шумного Нью-Йорка 60-х и ни в каких призраков не верят. Это просто кровь! Фу! А может ее кто-то вытереть? Или это тоже достопримечательность? Мистическую сказку о призраке замка Кентервилль омский театр кукол рассказывает на свой лад. Актеры демонстрируют не только мастерство куколоводства и драматической игры. Впервые в спектакле Орликина живая музыка. Помимо марионеток кукольники берут в руки гитары и барабанные палочки. Я впервые взял бас-гитару. Она вроде и легенькая партия, но тем не менее мне пришлось немножко поучиться, постараться. И я надеюсь, что не было сильно видно и слышно, что это не сильный профессионал играет. Английский фольклор и композиции легендарных The Beatles. Музыка помогает переместиться на 300 лет назад и обратно. И это не единственный эксперимент в спектакле. Чтобы рассказать зрителям, почему сэр Саймон вынужден скитаться между двух миров, артисты сняли немое кино. В выходной день собрались и снимали. Ну, во-первых, что мне нравится в нашем театре, у нас очень замечательный коллектив. И было все это на такой дружеской основе проходило, понимаете. Конечно, режиссер руководил, но мы все пришли, все были рады, все предлагали идеи разные. Потому что то, что вы видите, это, я не знаю, с какого, это, наверное, с 15-го, может быть, дупля было. Мрачные интерьеры, разносящийся эхом голос призрака и древнее пророчество. Постановка пронизана готикой, однако в банальную страшилку не превращается. В повести Оскара Уальда много юмора. Писатель предлагает порассуждать о важности в жизни человека любви и силе милосердия. В этом режиссер спектакля следует за автором. У Уальда у него очень много иронии. У него очень много вот этого, то, что называется английским юмором. Достаточно, так сказать, когда подается это тонко. Если берешь Уальда, надо быть готовым к тому, что все это должно быть пикантно, изящно. Совершить путешествие по старинному замку и познакомиться с его обитателями можно в эти выходные в театре кукол Орликин. Подписывайтесь на наш канал. Окно открывается, фильмы попадают на суд зрителей и жюри. Впереди просмотр 143 короткометражных работ. Чтобы показать все, понадобится 4 дня. Заряжают участников кинофестиваля сюрпризом. Визитом приглашенной звезды, известной ролью Сережи Сыроежкина в фильме «Приключения электроника». Накануне Юрий Тарсуев успел познакомиться с конкурсной программой. Секрета, кто же его фаворит, нам не раскрыл. Зато отметил качество контента и убедил – хорошее кино возвращается на экраны. Был момент, когда было все очень грустненько. И самое главное, что в наше кино возвращается та духовность, которая была раньше. То есть это не просто какие-то стереотипы, скажем, голливудские. Конечно, хотелось бы, чтобы в кино было много экранизаций наших действительно каких-то классиков. В кино должно быть много музыки, много юмора и приключений. В прошлом году участники фестиваля предпочитали смеяться над жизненными обстоятельствами и по большей части представляли публике кино «Абсурдное». В 2023-м активно задаются вопросом, что будет завтра. Так в окно влетает фантастический ветер перемен. Хотите наслаждаться жизнью в старости? Приходите в государственный центр «Элизиум». Уникальное место для людей зрелого возраста. Каким будет завтра, решают режиссеры с незамыленным взглядом на мир. Школа телевидения телеканала «Продвижение» на фестивале проводит питчинг. Начинающие кинематографисты-студенты презентуют проекты будущих фильмов. Профессионалы готовы поддержать и помочь воплотить идеи в жизнь. Так, чтобы получилась не просто дипломная работа, а большое кино. Есть правила. Они придуманы давным-давно. Уже кинематографу больше ста лет. И оно, все кино, которое мы видим на экране, оно все придумано искусственно. Все. И люди, которые, кино, которое кому-то нравится больше, кому-то меньше, кто-то в профессии молодец, а кто-то в профессии не совсем молодец. Пока на одной площадке рождаются идеи для участия в следующих фестивалях, на другой решается судьба сегодняшних конкурсантов. Снимают на вечные темы. Любовь, дружба, предательство, понимание человека современного. Я открою страшную-страшную тайну. На каждом фестивале каждый раз говорят, в этом году жюри будет работать очень тяжело, там нужно будет стараться выбирать. Это все так говорят. Да, каждый раз мы стараемся, мучаемся, выбираем. Но вот этот момент, средний уровень, особенно операторской работы, меня очень порадовал. Он вырос. Драматургия, она интересная. И в прошлом году была, и в этом году она есть интересная. Есть фильмы просто поразительные. Так и в прошлом году были поразительные фильмы. Но операторские моменты меня порадовали. Мы с вами, как зрители, мы на это же обратили внимание. Мы же любим красивых героев, чтобы была красивая, не знаю, любовь на экране, красивая история жизненная. А жюри, как профессионалы, они смотрят, во-первых, Вы обратили внимание, как снято, как оператор сработал? Какой оператор? Я там налюбовалась тем, что, как, насколько там все это здорово, не знаю, сюжет развивается. От работ хотели многого. Победители, члены жюри выбрали не без труда. Лучшими игровыми фильмами признаны работы петербургской компании Artel Film Production о сороковых годах минувшего столетия. Критики отметили, что вчерашние любители делают шаг вперед и становятся профессионалами. Короткометражное кино растет, а значит, когда придет время распахнуть шестое окно, нас ждет еще больше качественного современного кино. Нарядиться, как-то чудить на батуте, это все даже приветствует, потому что это все-таки больше элементы шоу, это весь спорт, это сложно, коррекционный, и красивая картинка неприемлемо отражает джампинг фитнес. Хэллоуин – это просто любовь. У меня с 31 числа это Хэллоуин, а 1 ноября у меня день рождения, поэтому для меня это особый праздник. И для меня это настоящий просто отрыв. Музыка, спорт прежде всего, энергия, которую ты получаешь при всем… Драйв полный, джампингом занимаюсь уже больше года и не планирую пока останавливаться. К нам и мужчины ходят. Пригодите мужчины с нами весело, будете худеть вместе с нами на батутах. Привет, друзья! Просыпаемся и машем вслед теплым денькам. Но не огорчаемся, ведь впереди много событий, в которых так хочется поучаствовать. О них расскажу я, Николай Явенко. Поехали! Выходные начнем в Омской крепости. Напомнить, почему 4 ноября – важная дата, поможет историческая реконструкция. Уличный бой 1612 года за освобождение Москвы от захватчиков обещает стать еще масштабнее. И никакой машины времени не нужно. Если мастер-классов и экскурсий от Омской крепости покажется недостаточно, Ночь искусств предлагает горожанам посещение театров, музеев и даже библиотек. Провести ночь культурно тоже надо уметь. Еще одна затея – концерт в лютеранской церкви. Классическую музыку в джазовом исполнении сыграет целый оркестр. Мы уже показывали, как красиво внутри. Приходите и вы, мы не обманываем. Что делать, если одиночество сволочь? Обратиться к маме, ведь она всегда знает, что ты делала не так. Есть ощущение, что певица Слава задает вопросы в одной песне, а отвечает на них в другой. Сходите на концерт, посоветуйте артистке, что делать. Руки вверх! Нет полномочий на ваши аресты? У меня нет, разве что ваших сердечек. Просто напоминаю, что в Омск приедет человек со странным увлечением. На каждом концерте притворяется, что ему 18, и жалуется, что кто-то чужой целует его любимую. В общем, пока я не заигрался, закругляемся. Хотя, вот что, хватит уже проходить тесты о том, кем ты был в прошлой жизни, и искать в них тотемное животное. Лучше подпишись на канал, может быть, я тоже хочу интегрировать промокоды на доставку. Ну а пока, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова